Безудержная энергия и фонтанирующие идеи – все это присутствует в любимых увлечениях молодого поколения. О самых популярных расскажем в следующем сюжете. Некоторые считают, что в Нейнском округе замороженная молодежь, но это совершенно не так. За любимым занятием их глаза горят. Регион развивается и молодежные объединения различных направлений набирают новые обороты. Наши первые герои, участники спортивного направления стритворкаут, уверены, что ЗОЖ – это модно. Группа единомышленников решила посвятить свое свободное время спорту. Уличные спортсмены подняли свое хобби на новый уровень. Молодые люди организовали объединение воркаутеров. И 29 октября 2020 года официально зарегистрировали организацию. Сейчас в ее рядах впечатляющее количество участников. Воркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса. Свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику. Физическая подготовка молодых людей впечатляет. На уличных снарядах спортсмены выполняют трюки различного уровня сложности, прокачивая силу, ловкость и выносливость. Отметим, что зимой занятия не приостанавливаются. На лжероллерной трассе у спортсменов есть оборудованный зал. У нас есть зал, специальный воркаут, недавно совсем создалась федерация воркаута зимой. У них есть собственный зал, они занимаются там. Есть спортивная площадка специальная, есть гимнастические турники. Все необходимые инвентарь – это все тоже у них присутствует. То есть, если кто-то хочет, желает участвовать, заниматься воркаутом, все условия для этого в настоящий момент созданы. Еще один популярный вид спорта у молодежи – катание на скейтбордах, самокатах и BMX. В юбилейном парке в столице округа есть оборудованная площадка для развития этого направления. Александр Иванов – представитель BMX. Занимается этим видом спорта с 15 лет. О данном направлении узнал из интернета. Учился труком с помощью видеороликов. Лучше кататься, заниматься спортом, чем вредными привычками, всем таким. То, что катание на скейтбордах, самокатах и BMX считается экстремальным видом спорта, только больше привлекает ребят. У нас в парке все экстремальное. Страшно кататься, конечно. Все страшно. Не бывает ничего не страшного. Приходил там с синяками, то это сломал, то это сломал. Кровь была, синяки. Ян Спыченков – молодой спортсмен. Выбрал для себя кикскутеринг – катание на самокате. И, несмотря на столь юный возраст, уже стал победителем в соревнованиях-райдерах в категории скейтбординга, которые прошли в Наринмаре в рамках Дня молодежи. Я участвовал, первое место занял. В самокате выиграл 10 тысяч, первое место. Родители меня поддерживают в моем увлечении. Спорт с недавних пор вышел и на компьютерный уровень. Министерство спорта Российской Федерации 3 июня 2016 года издало приказ, согласно которому киберспорт официально включен во Всероссийский реестр видов спорта. А это значит, что в самом ближайшем будущем соревнования по киберспорту будут проходить под эгидой Министерства спорта, а их участники смогут по итогам состязания получить звание Мастер спорта России, заслуженный Мастер спорта России и Мастер спорта международного класса. Проведение турниров – это один из ключевых моментов. То есть определить, кто все-таки лучше. В спорте что важно – определить, выявить лучшего, лучшую команду, лучшего игрока и так далее. В киберспорте то же самое. То есть компьютерные дисциплины, они подразумевают, что есть какие-то соревновательные этапы, которые нужно проходить, чтобы выявить лучшего. Андрей Канев увлекается компьютерными играми с шести лет, еще со времен приставок Дэнди. После появились первые компьютеры на старой операционной системе. А в настоящее время играет уже на высококачественных компьютерах. Интерес появляться стал связанный с трудностями запуска некоторых каких-то игр. То есть тогда не было интернета, помощи негде было найти. С тех времен прошло много лет, а интерес к компьютерам не угасает. Андрей Канев собирает компьютеры для себя сам. Киберспорт стал активно развиваться относительно недавно. В Ненецком округе он стал набирать обороты около двух лет назад. Все потихоньку мы стали выходить на мир, играть, то есть наши команды с СНГ. Андрей отмечает особые плюсы киберспорта. Каждый, наверное, может реализовать себя в нем, то есть и люди с ограниченными возможностями, то есть, ну, любой, абсолютно любой. Я много раз видел, как люди ногами не хуже играют. Дети, взрослые, то есть абсолютно, то есть леди в возрасте могут себя найти в игровой сфере. Но в любой деятельности есть как плюсы, так и минусы. В киберспорте особенно важно соблюдать меру. И чтобы прийти к успеху, нужно отказаться от всего, то есть на это очень много времени положить, чтобы достичь каких-то высот. И вот этот риск, он бывает неоправдан, то есть можно ничего за это не получить. В Наринмаре для киберспортсменов открыты специальные клубы, в которых возможно развивать свои навыки, соревноваться и просто весело проводить время с друзьями. Современная компьютерная графика, она вышла на новый уровень, и чтобы ее реализовывать, необходимо, чтобы технологический прогресс в этом направлении, он очень сильно развивался. То есть появился спрос на компьютерный клуб, где можно прийти, поиграть на очень мощном железе, на современной периферии и получить удовольствие действительно от игры. Помимо уличного и компьютерного спорта, в Ниндском округе развивается и творческая индустрия. Талантливые художники активно украшают улицы города оригинальными рисунками. Игорь Чуклинз еще с раннего детства любил рисовать. На протяжении жизни не бросал увлечения, развивался, узнавал новые направления. В настоящее время занимается преимущественно уличным стилем граффити. Меня это как-то зацепило, вообще в целом писать именно шрифты, свое какое-то выдуманное имя. Как и любое творчество, граффити – это способ самовыражения, возможность заявить о себе и реализовать свои способности. Меня это больше привлекает тем, что стиль, в котором я рисую, он называется «вайлд», то бишь «дикий». Лично для меня именно через этот стиль, через его хитросплетение букв, элементов и прочее можно выразить определенные эмоции, допустим. Либо же что-то сказать, выплеснуть эмоции. С компанией друзей Игорь развивается в уличном творчестве. Ребята реализуют свои идеи и делают наш город красичнее и современнее. Катрина Тайбарей, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...